Спасибо. Можно следующий слайд? Боль представляет собой неприятное сенсорное эмоциональное переживание, связанное с имеющимся или возможным повреждением тканей. Боль всегда субъективна. Каждый человек воспринимает её через переживания, связанные с получением какого-либо повреждения в ранние годы его жизни. Боль — это телесное ощущение, но она также представляет собой всегда неприятное и поэтому эмоциональное переживание следующий. Несмотря на то, что боль является интегративной функцией многих систем организма и направлена на предупреждение вероятного повреждающего воздействия окружающей среды, своевременное и адекватное обезболивание онкологических пациентов — одна из приоритетных современных задач в онкологии. Терапия хронической боли является одной из самых сложных задач, где роль медицинской сестры, находящейся круглосуточно у постели больного и знающей все особенности течения заболевания, возрастает многократно. Следующий. У онкологических пациентов присутствуют в той или иной степени все типы боли. Это может быть связано с прогрессированием опухолевого процесса, с создавлением органов и тканей вследствие полиферации новообразования. Также болевой синдром может являться частью параниопластического синдрома или быть следствием агрессивного противоопухолевого лечения лучевой или химиотерапии. Полноценная грамотная оценка этих компонентов боли врачом возможна только при грамотном профессиональном взаимодействии с медицинской сестрой, которая помогает составить полную клиническую картину, опишет дополнительно возникшие неблагоприятные симптомы и реакцию больного на внешние факторы. Следующий. Согласно патофизиологической классификации, принято выделить три основных типа боли. Нацицептивная, соматическая и висцеральная, невропатическая и дисфункциональная, психогенная. В онкологической клинике соматическая боль возникает при метастатическом или язвенном повреждении кожи, слизистых, мягких тканей, костей, мышечно-фосциальных образований. Это локализованная боль, которую больные чётко могут описать и показать её границы. Висцеральная боль связана с перерастяжением стенок, полых органов, мочевой пузырь, кишечник и другие. Или капсулы паренхематозных органов, это печень, почки. Это плохо локализованная, тупая боль из глубины организма. Эти варианты на децептивной боли хорошо, как правило, поддаются лечению разными анальгетиками в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Нейропатическая боль — это особые тип боли, которые возникают при патологическом процессе в структурах нервной системы на различных её уровнях. Как правило, это более интенсивная боль, которая сочетается с патологическими сенсорными нарушениями, гипертензией, парастезией. Длительно сохраняется после прекращения действия раздражителей и с трудом устраняется. Для её лечения нужны прежде всего антиконвульсанты или антидепрессанты. Как правило, у палеотимных онкологических пациентов присутствуют в той или иной степени все типы боли. Полноценная, грамотная оценка этих компонентов боли врачом возможна только при гармоничном профессиональном взаимодействии врача и медицинской сестры, которая помогает составить полную клиническую картину, опишет дополнительно возникшие неблагоприятные симптомы и реакцию больного на внешние факторы. Можно следующий. Согласно рекомендациям ООС, для устранения боли при раке применяется всесторонний комплексный подход, который включает в себя оценку характера. Интенсивность боли, установление причины боли, выработку терапевтической стратегии и осуществление постоянного ухода. При клиническом обследовании важно изучить физиологический, неврологический и психический статус пациента. Для установления тяжести болевого синдрома необходимо выяснить давность, интенсивность, локализацию и тип боли. Какие факторы усиливают или уменьшают боль? В какое время дня болевой синдром особенно выражен? Какие способы аналогизии применялись ранее и с какой эффективностью? Следующий. Оценку интенсивности боли проводят при каждом визите и осмотре онкологического больного отдельно, при движении в состоянии покоя. Интенсивность боли оценивает врач или медицинская сестра, используя нумерологическую оценочную шкалу нож или линейку в 10 см. Этот метод субъективной оценки боли заключается в том, что пациенты просят отметить на неградуированной линии длиной 10 см точку, которая соответствует степени выраженности боли. Левая граница линии соответствует определению боли – нет. Правая – худшая боль, какую можно себе представить. Можно применять визуально-аналоговую шкалу ВАШ, которая не содержит градуировки. Больному предлагается на шкале отметить свое восприятие боли от минимальной до нестерпимой, что позволяет затем количественно выразить оценку в процентах от 0 до 100. Следующий. Лекарственная терапия является основным методом облегчения боли у онкологических пациентов. Для полноценного выполнения этих рекомендаций медицинская сестра должна понимать основу палеотивной помощи, хорошо разбираться в патофизиологических механизмах возникновения боли. В способах ее терапии – фармакологическими и нефармакологическими методами, обладать опытом использования опиоидных и неопиоидных анальгетиков, хорошо знать их преимущества и побочные эффекты, а также знать специфику ухода за больными в терминальной стадии заболевания. Она следит за регулярностью приема лекарственных препаратов, выполняет все назначения врача, осуществляет динамическое наблюдение за больным, оценивает выраженность боли. Первая ступень – слабая боль. Используют ненаркотические анальгетики – парацетамол, НПВС, анальгин. Вторая ступень – умеренная боль. Дополнительно назначают слабые наркотические анальгетики – кодеин или кодеиносодержащие комбинированные препараты – седалгин, пенталгин, нео, тромодол или проседол. Третья ступень – сильная боль. Переходят на прием сильнодействующих наркотических анальгетиков – морфин, фентанин, бупринофил, оксикодон. Медицинской сестре следует знать механизмы действия и побочные эффекты препаратов, основной групп обезболивания лекарственных средств, а также отслеживать их эффективность и возможные побочные реакции. В практике используют и другие виды противоволевой терапии, в частности, лучевая терапия. Цель данной терапии – уменьшение болевого синдрома, предупреждение патологического перелома, предупреждение или уменьшение неврологической симптоматики, то есть улучшение качества жизни. Кроме того, облучение обеспечивает локальный контроль метастатических очагов в скелете и предупреждает развитие патологических переломов. Противоболевая эффективность лучевой терапии достаточно высока. Часто частота общего обезболивающего эффекта составляет от 60 до 90%. Следующий. Борьба с болью является лишь частью всестороннего подхода к оказанию медицинской помощи больным с злокачественными опухолями, целью которого является обеспечение наилучшего качества жизни для пациентов и членов их семьи. Эффективность помощи во многом зависит от успешного решения медицинской сестрой основных задач, связанных с общим уходом, контролем симптомов и синдромов заболеваний, обучением их навыкам само- и взаимопомощи, психологическая помощь членам и семьи больного во время болезни и после тяжелой утраты. В нашем учреждении работает Центр палеотильной помощи онкологическим больным, который включает в себя отделение с поличным фондом и кабинет противоболевой терапии, где проводятся консультации для пациентов с онкологическими заболеваниями с последующим назначением и обезболивающих препаратов. Для осуществления полноценного адекватного контроля боли медицинская сестра выполняет следующие функции. Осуществляет круглосуточный контроль и наблюдение за вербальными и невербальными признаками боли. Проводит оценку интенсивности боли по вербальным аналоговым шкалам. Незамедлительно докладывает врачу о жалобах и изменениях в состоянии больного. Отмечает продолжительность и эффективность действия анальгетиков, сообщает эти данные врачу. Следит за выраженностью побочных эффектов опиоидных анальгетиков и других психоактивных средств, применяемых для обезболивания. Регулирует кратность или скорость их введения в соответствии с назначениями врача. Оказывает пациенту и его близким психологическую помощь и поддержку. Проявляет заботу и эмпатию. Следующий. На основании проведённой оценки лечащий врач может произвести подбор оптимального способа обезболивания и выбрать оптимальную стратегию. При помощи адекватной и своевременной сопроводительной терапии проводится коррекция гематологических расстройств и респираторных нарушений. Терапия желудочно-кишечных нежелательных явлений. Оценка нутритивного статуса и при необходимости проведения нутритивной поддержки. Нельзя также забывать про психологическую помощь и поддержку. Основой успешного выполнения этой задачи является установление и понимание доверия с пациентом и его семьёй. Обычно у больных преобладает тревожно-депрессивное настроение. Медсестра должна быть терпелива и готова к обеспечению адекватной психологической поддержки с первого момента и на весь период оказания медицинской помощи. Следующий слайд можно? Одним из методов на современном этапе является ксенонотерапия. Ксенон — это инертный газ, который обладает широким спектром терапевтического действия анальгетическим, нейропротекторным, кардиопротекторным и спазмолитическим, который можно использовать с лечебной целью в различных областях практической медицины, включая онкологию. Ксенонотерапия эффективно применяется при лечении острых и хронических стрессорных расстройств для снятия психоэмоционального напряжения, тревоги и депрессивных состояний и бессонницы. Получены хорошие результаты при лечении хронического болевого синдрома онкологического генеза. Следующий. Существует ещё один метод. Это интратакальная опиоидная терапия, как важный метод нейромодуляции, не надлежит к числу признанных возможностей обезболивающей терапии. Её преимущество в том, что морфин не поступает в системный кровоток, остаётся только в ликваре. Это даёт минимальные побочные эффекты при полном контроле болевого синдрома. Следующий. В настоящее время накоплен значительный опыт в имплантации программируемых пунктов. Основным преимуществом являются контролируемая пациентом аналгезия, индивидуальный режим дозировки, полностью имплантированная система, не требует инвазивных процедур во время использования. Мировые рекомендации, в том числе АСКО и ЭСМА, указывают на необходимость их использования в рутинной онкологической практике. Следующий. Следующий. Можно? Ой, нет, нет, извините. Для защиты собственного психологического здоровья при работе с онкологическими больными медицинской сестре необходимо владеть навыками самоконтроля и защитой от выгорания, использовать принципы командной работы с учётом специфики контингента больных и разбираться в этических и юридических вопросах, знать нормативно-правовые аспекты, обороты НС и ПВ. Медицинская сестра должна помнить, если заболевает тот, кто ухаживает за другими, качество ухода снизится. Следующий. Данная задача может быть решена только в рамках мультидисциплинарной команды квалифицированных специалистов. Медицинская сестра онкологического стационара может полноценно выполнять свои задачи в лечении боли у онкологических пациентов, совместно с врачом выявлять основную причину боли. Факторы, влияющие на её усиление. Такая сложная задача может быть решена только совместной работой медицинских сестёр, врачей и других сотрудников медицинских учреждений, где оказывается помощь онкологическим пациентам. Спасибо. Следующий. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok